Шалом, дорогие друзья! Сегодня я предлагаю вам поговорить немного на тему тшува. Так и хочется сказать тшува, как много в этом звуке. Что такое тшува? Тут тебе и возвращение, и ответ, и, конечно же, это уже набившее на москомину слово раскаяние. А как правильно понимать, как правильно переводить слово тшува? Давайте займемся вместе поиском ответа на этот вопрос. Я хотел бы начать, друзья, комментария Раби Магеда из Межирича. Раби Магед из Межирича, преемник Раби Исраиля Баальшимтова, нередко удивлял своих хасидов новым оригинальным новаторским прочтением, казалось бы, давно уже исследованных и понятных фрагментов из нашей Святой Торы. И вот один из таких примеров я как раз и хотел бы вам сейчас для затравки нашего разговора привести. Как-то перед своими хасидами Раби Довбер Магед из Межирича сказал, обращали ли вы внимание, дорогие мои ученики, как написано в нашей Святой Торе заповедь совершить тшува? Заповедь о тшуве сформулирована словами «Шуву Исраэль ад Ашем Элукеха». Если мы с вами, друзья, начнем эту фразу переводить на русский, мы заметим ту же проблему, которую обнаруживает Раби Магед из Межирича и которую он демонстрирует своим хасидам. Шуву это можно перевести как «вернитесь» или «ответьте» или «раскайтесь». А вот что такое ад? Ад это «до», то есть вернитесь до Бога Всесильного вашего. Ну, очень странно, не на украинском же языке, в конце концов, говорит с нами Тора. Здесь, очевидно, намного более грамотно было бы применить предлог «ле». Шуву «ле Ашем Элукеха» – «вернись к Богу Всесильному». А почему же использует Тора предлог ад – «вернись до Бога». Давайте разбираться вместе. Но чтобы разобраться в этом, нам надо с вами для начала понять, а что означает здесь имя Всевышнего, которое мы обыкновенно произносим как «Ашем», а на самом-то деле написано там совершенно другое слово. И что такое «Элуким» – «Элукехо»? Это два разных имени Бога. А как известно, у Всевышнего бесконечное количество нарицательных имен, семь из которых в еврейской традиции называются «семь святых нестираемых имен Всевышнего». Здесь мы видим с вами в этой фразе применены сразу два имени Всевышнего. Это и четырехбуквенное имя Творца Вселенной Юткей-Вавкей, тот самый пресловуто известный Тетраграмматон, и есть еще имя Элуким. Ну, давайте обо всем по порядку, давайте поочередно эти два различных имени Всевышнего попробуем хоть немножечко понять. Прежде всего, что означает божественное имя Юткей-Вавкей? Почему я так его странно произношу? Почему, когда мы с вами встречаем это божественное имя в тексте Торы или в молитве, то мы никогда не читаем его по буквам? Мы вместо того, чтобы произнести поочередно буквы Ют, и букву Гей, и букву Вав, и еще одну букву Гей, мы вместо этого вообще произносим четыре другие буквы. Мы произносим другое божественное имя АДО с окончанием НАЙ, что в переводе означает Господин, Господь. Тоже очень святое имя Всевышнего, но тем не менее менее святое, чем, собственно, четырехбуквенное имя Творца Юткей-Вавкей или Тетраграмматон. Если мы всмотримся внимательно в написание этого НАЙ, святейшего, божественного имени, мы обнаружим, что это имя, буквы Ют, и Гей, и Вав, и еще одна буква Гей, представляют собой в некотором роде смехут, или правильно используя, потому что другое слово, нутрикон, что не пугайтесь, ничего страшного в этом слове нет. Это означает наложение друг на друга нескольких слов, и таким образом получается, что в одном слове как бы спрятались несколько слов, а значит и несколько значений. Для любого ивритоязычного, ивриточитающего человека Юткей-Вавкей очевидно, что это слово или это имя происходит от глагола Легьот, от глагола Быть, третье лицо, единственное число, то есть Он, Был, Есть и Будет. Здесь спрятаны такие слова, как Гая, Гове и Гие. Мы видим здесь, четко наблюдаем окончание прошедшего времени, мы видим здесь основу времени настоящего, и даже мы видим приставку Ют, приставку будущего времени. А что нам с вами в сухом остатке дает одновременное написание, наложение друг на друга трех форм глагола Быть? Он тот, который был, есть и будет, внимание, важная деталь, одномоментно. Представим себе такой простой, незамысловатый видеосюжет. Ваза стоит на столе, ваза пошатнулась и падает со стола, вот ваза находится в свободном падении, вот она долетела до пола и разбилась на множество-множество осколков. А если теперь этот видеофрагмент мы вам прокрутим в обратном порядке. Вот на полу лежат различные стеклянные осколки, вдруг они как-то взмывают воздух, в воздухе же собираются в единое целое, приобретают форму вазы. Эта ваза совершает очень странный полет от пола к поверхности стола, и аккуратненько целехонькая ваза становится на краю стола. Что вы мне скажете? Наверное, вы скажете, что такого не бывает, и разумеется, вы очень быстро догадаетесь, что этот нехитрый трюк был достигнут благодаря возможности обратной демонстрации, произведенной заранее видеозаписи. А почему бы нам с вами не согласиться с тем, что так тоже бывает, что бывают вазы, которые падают со стола и разбиваются, а бывают вазы, которые собираются из осколков. Можем ли мы доказать, что такого не бывает, лишь только потому, что мы с вами такого никогда не видели? Но мы много чего с вами не видели, а вдруг так тоже бывает? Не буду вас, друзья, долго дразнить и мучать. Главным аргументом нашего доказательства, что такого не бывает, является следующее утверждение, и это, друзья, и побоюсь этого слова, первые шаги к пониманию мира каббалистических идей, мира каббалистических текстов, в котором мы с вами сейчас как раз и пытаемся немножечко разобраться. Ибо имена Всевышнего это уже область, знаете ли, область тайного, сокровенного смысла Торы. Итак, какой главный аргумент мы могли бы с вами использовать в доказательной базе, что вазы из осколков не собираются, не превращаются осколки в целую вазу. Нам в помощь причинно-следственная связь. Ибо ваза нередко может стать причиной возникновения осколков. Осколки, в свою очередь, нередко становятся следствием существования ранее целой хрустальной вазы. А вот в обратном порядке этого не происходит. Никогда еще мы с вами не наблюдали, чтобы осколки стали причиной возникновения вазы. А ваза, как следствие, стала бы следствием существования осколков. Итак, друзья, причинно-следственная связь. Я вам предлагаю еще один небольшой пример, еще один небольшой этюд для более глубокого понимания данной темы. Представьте, что есть несколько карточек, которые нам с вами нужно разложить в правильном порядке и составить из этих картинок, из этих карточек, некий простой рассказ. Что на этих карточках изображено? На одной из карточек изображена овечка, которая пасется на лугу. На другой карточке, на другой картинке мы видим, как бабушка вяжет на спицах. Что она вяжет, пока непонятно. На третьей картинке мальчик Яша гуляет в новеньком шерстяном свитерке, который бабушка ему с любовью и заботой связала. На четвертой картинке мы видим, как овечку стригут. А на пятой картинке мы видим, как из этой состриженной шерсти придут нити. Вы бы смогли расставить эти картинки в правильном порядке, чтобы получился цельный рассказ? Ну, очевидно, да. Конечно, каждый из вас бы сказал, вначале овечка паслась, потом ее постригли, потом из этой шерсти сделали нити, потом из этих нитей бабушка связала свитерок, и вот мальчик Яша гуляет в этом новом свитерке. Почему мы с такой легкостью выстраиваем эти картинки именно в таком порядке? Ибо это причинно-следственная связь. Нужно сделать на этом этапе вывод. Время всегда течет в одну и ту же сторону. И ответ, что время течет вперед, это, друзья мои, вообще не ответ, потому что где у этого времени вперед? Там, где брошка, там вперед. Так пелось в одной одесской песне. А здесь, как понять, где вперед у времени? Время течет всегда от причины к следствию. И поэтому мы с вами выстроили эти картинки именно в таком порядке, чтобы каждая предыдущая являлась причиной последующего сюжета. И так, по цепочке, каждая картинка, которая стала следствием предыдущей, станет при этом причиной для картинки последующей. Вплоть до того, что мы выстроим из этих иллюстраций, из этих карточек полноценный рассказ, суть которого, собственно, рассказ о причинно-следственных связях. Но, друзья, давайте от этих странных, может быть, примеров вернемся к имени Всевышнего. Гая, Гове и Гие. Он тот, который был, есть и будет. Ну, мы с вами тоже и были, и есть, и с Божьей помощью еще некоторое время побудем, правда? Но, чтобы одномоментно, чтобы все это происходило с нами одновременно, это уж, пожалуй, нет. Это, скорее, свойство Бога. И я не побоюсь этого слова, друзья. Это главное свойство или главная черта Всевышнего. Давайте разбираться вместе. Всевышний одновременно находится в прошлом, настоящем и будущем. Для него все эти три положения вещей существуют одномоментно. А значит, на Всевышнего, благословен Он, не распространяются причинно-следственные связи. Это, в свою очередь, означает, что Он, Творец, находится вне времени. И что это Ему дает? Какие новые, ну, скажем, возможности открываются перед Богом, благодаря тому, что Он был, есть и будет одномоментно? Но, если на Него не распространяются причинно-следственные связи, это означает, что Он может сделать свитерок для Яшеньки, свитер, который никогда не был нитками, свитер, который никогда не был шерстью, и который уж точно никогда, эта шерсть не произрастала на теле нашей овечки, с которой наша причинно-следственная история, как вы заметили, начиналась. Всевышний вне времени, а значит, на Него не распространяются причинно-следственные связи, а это означает, что Он всемогущ. Как следствие, мы должны понять и признать, наверное, что такой Творец мог бы создать вулканическую лаву, застывшую вулканическую лаву, которая никогда не была жидкой и раскаленной. Он мог бы создать такой известняк, такой мрамор, который никогда не был ракушками и никогда не слеживался на дне Мирового океана. Он может создать каменный уголь, который никогда не был лесами юрского периода. В конце концов, он может создать кости неких исполинских монстрообразных существ, которые никогда не жили и не ходили по земле. Я отнюдь не навязываю вам эту точку зрения и не пытаюсь утверждать, что динозавры никогда не жили на белом свете. Может быть и жили, но следует на этом этапе нашего исследования сегодняшнего понять, что не обязаны они были жить на земле для того, чтобы их кости сегодня палеонтологи извлекали из земной тверди. Творцу не составляет никакого труда создавать предметы в отрыве от причинно-следственной связи. Обратите внимание, извечный вопрос, что раньше было, яйцо или курица, в еврейском мире имеет абсолютно точный, бесспорно взвешенный ответ. Конечно же, в начале была курица. Всевышний создает живые существа и тут же дает им заповедь плодиться и размножаться. И вот наша только что созданная курица уже несет яйцо. Запомните, пожалуйста, этот фрагмент в нашем рассуждении, ибо сейчас я задам вам весьма пикантный, такой, знаете ли, остренький, талмудический и каббалистический одновременно вопрос. Если бы Адам решен первый человек в Эденском саду, вместо того, чтобы вкушать от различных деревьев, лакомиться различными плодами, которые произрастали на ветвях божественного Эденского сада, взял бы пилу или топор и срубил бы одно из деревьев Эденского сада. А что нам с вами мешает пофантазировать на эту тему? Итак, вопрос талмуда. Сколько бы колец он увидел на пильном срезе вот того вот пенька, который, значит, соответственно бы образовался в результате спила одного из деревьев Эденского сада? Сколько колец? Ну, судя по всему, деревья растут так, что одно кольцо образуется в течение года. Ну, по крайней мере, нас так в школе учили. Деревья созданы на третий день творения. Адам находится в Эденском саду в шестой день творения. Он создан практически в самом конце шестого дня творения. А, значит, этим деревьям, как ни крути, три дня от роду. Так сколько же колец можно увидеть на спиле дерева в Эденском саду, если этому дереву ноль лет? Отвечает на этот вопрос талмуд. Адам, если бы спилил дерево в Эденском саду, увидел бы на срезе, на спиле, столько колец, сколько полагается иметь дереву такой толщины. Что это за ответ? Ответ, друзья, колоссальный. Только нужно его понять. Мир был создан взрослым. Это дерево никогда не было ростком. Оно было создано сразу деревом взрослым, с количеством колец, присущим дереву такой породы, такой толщины. Курица создана взрослой, и она тут же начинает нести яйца. Да и Адам с Хавой, с первой женщиной, созданы настолько взрослыми и половозрелыми, что тут же получают от Всевышнего заповедь плодиться, размножаться, наполнять землю и повелевать всеми живыми существами на этой планете. Что нам с вами дает идея о том, что мир был создан сразу взрослым, готовым к использованию, как пишут на различных продуктах, полностью готовым к употреблению в пищу, это дает нам с вами, друзья, моментальный аргумент в нашу с вами копилку идей. Если мир создан взрослым и половозрелым, это значит на Всевышнего никакого влияния не оказывает главный закон мироздания. Закон течения времени от причин к следствию, бишь на Всевышнего, не распространяется и не влияет закон о причинно-следственной связи. Если ты можешь, Всевышний, создавать предметы в отрыве от причинно-следственной связи, что я о тебе, как о Боге могу сказать? Ты всемогущ. Именно в этом проявляется твое всемогущество. Ты не ограничен ничем. Ты можешь ограничить кого угодно, но никто не может ограничить тебя, ибо ты не находишься в плоскости того холста, на котором творишь мироздание. А между прочим, по утверждению каббалистов, именно время и является тем самым холстом, на котором происходит акт творения, ибо все сотворенное Всевышним сотворено во времени. Именно эту идею и демонстрирует нам Тора, говоря о первом дне, о втором, третьем. То есть, сразу же творение запускает некий часовой механизм, акт творения происходит четко по времени, день за днем, с абсолютно безошибочной нумерацией этих дней, с абсолютно безошибочной привязкой любого творения к этой самой оси времени. То есть, холст мироздания – это и есть время. А творец в плоскости этого холста, как мы с вами уже поняли, не находится. Он влияет на всех, но никто, даже время, такое важное в акте творения, не влияет при этом на него. И это уже, друзья мои, кое-что. Ради чего мы с вами проделали этот длинный путь? Разумеется, это еще не конец, это даже еще и не совсем середина. А вот зачем. В книге Тани, в третьей части книги Тани, в Игерес от Шува, в послании от Шуве, я специально не хочу переводить это слово как раскаяние или покаяние, Алтер Эбе, автор книги Тани, говорит нам, что согласно древней каббалистической традиции, слово Тшува надо читать как бы два слова. Тшува – это Ташув, Гей. Слово Тшува – это буква Тав, это буква Шин, это буква Вав, это буква Бет и буква Гей. Так вот, Алтер Эбе нам подсказывает, что нужно букву Гей читать как бы отдельно от слова. Ташув. Что такое Ташув? Ташув – это повелительное наклонение от глагола «возвращать». Верни, верни Гей, верни букву Гей. Итак, друзья, мы вдруг обнаруживаем, что четырехбуквенное имя Всевышнего, о котором мы с вами только что немного поговорили, четвертой буквы в этом имени может не хватать, она может каким-то образом покинуть это имя. Возвращение этой буквы Гей, вернуть ее на причитающееся ей место, это, собственно, с точки зрения каббалы и хасидизма, и есть смысл совершения Тшува. Куда девается буква Гей? Разумеется, друзья, в нашем формате, формате этого урока, нет возможности, ну прям совсем глубоко и досконально данную тему изучить, но кое-что я все-таки, мне кажется, постараюсь объяснить вам в этом аспекте. Дело в том, что эти четыре буквы, о которых мы уже успели поговорить, смысл сочетания которых, указать нам, что Творец был, есть и будет одномоментно, то есть на него не распространяются, как мы сказали, причинно-следственные связи, еще к тому же эти четыре буквы соответствуют системе четырех миров. А пользуясь тем, что мы с вами созданы по образу и подобию Творца, мы можем антропометрически провести некоторые параллели. Давайте вот этой антропоморфией и займемся. В любом творческом процессе есть некое творческое озарение, и на этом этапе мы как бы увидели будущее произведение нашего творческого процесса, мы увидели его как бы целиком, у нас нет никакого алгоритма создания этого объекта, нет никакого алгоритма осуществления нашего творческого замысла, да по большому счету еще никакого замысла-то и нет. Просто увиделась как бы картинка целиком, то, к чему мы хотели бы прийти у Всевышнего, это соответствует миру Ацелут, миру божественного волеизъявления. Затем человек, как правило, начинает осмысливать свое вдохновение, и он говорит, вот то, что я увидел, почувствовал, или услыхал эту музыку в своей голове, или увидал эту картину целиком, сразу каким-то своим мысленным взором, ее вдруг я ухватил, теперь надо понять, как эту картину создать, что в каком углу картины будет находиться, в каком порядке это должно все создаваться. Осмысление этого творческого вдохновения, это второй очень важный процесс, он так и называется, процесс осмысления, и в истории со Всевышним этому этапу соответствует вторая буква, очевидно, в его божественном имени, а с точки зрения системы миров, это мир брия, мир интеллектуальности творца. После чего мы с вами, собственно, занимаемся созданием этого объекта. Мы смешиваем краски, мы подбираем нужный колор, мы ищем образы, кто будет нам позировать для той или иной роли, на нашей картине могут быть изображены люди, нам нужны характерные типажи, и вот художник займется выбором этого самого типажа, ему нужны будут какие-то люди, которых он напишет с натуры, и эти лица будут увековечены на холсте. Сам процесс создания картины, это третья буква в имени Всевышнего, и это мир Яцера, момент сотворения мира, на этапе которого Всевышний прочувствовать должен свое творение. У него появляются отношения с творениями. Вот тут появляются такие понятия, как божественное милосердие, божественный суд. Вот тут и появляются, если хотите, те эмоциональные окраски, которые, как вы, наверное, догадались, в мире Хаседута и Кабалы называются сферот. Вот тут эмоциональный сферот, или семь нижних сферот, а если вы владеете кабалистической терминологией, то это сразу два парцуфа, это Зейранпин и Малхут. Вот к Малхуту я, собственно, вас и веду. Когда творение завершено, вступает в игру мир Осия, четвертая буква имени Всевышнего. Теперь этот мир должен функционировать, и нужно следить за работоспособностью этого мира, нужно выполнять определенные правила поведений в этом мире, как я буду теперь себя вести со своим произведением. Оно мне по-прежнему нравится, или я в нем разочарован. Это все, так или иначе, заключено в мире Осия, в четвертой букве имени Всевышнего, в нашей с вами жизни, в реализации творческого процесса. Это, если угодно, мир благодарности, мир осуществления божественного плана. Ведь в планах Всевышнего было не только создать мир, этот мир, он же для чего-то был творцом, сначала прочувствован, затем задуман, затем реализован. А теперь-то что? Что с этим миром дальше делать? Какая-то должна быть, наверное, цель, и она, эта цель, сейчас будет, наверное, в этом мире достигнута. Так вот, цель эта, друзья мои, это определенное поведение нас с вами в этом самом мире, поведение, которое будет всецело зиждеться на наших взаимоотношениях с Богом, коммуникация с Богом. И вот тут как раз и появится наша с вами свобода выбора и возможность коммуницировать с Богом правильно, исполнять его заповеди или, не дай Бог, нарушать. Соответственно, когда мы действуем не по протоколу, когда мы действуем не согласно той божественной задумке, тому творческому плану, который Творец реализовал в рамках мироздания, Всевышний теряет четвертую букву собственного имени, три буковки остаются, это творческое вдохновение, осмысление, создание остаются, а вот пользы от этого мира Творец ведь может и не иметь, не скажу, друзья, благодаря нам, потому что благодарить-то особенно не за что, но из-за нас это уж точно. И поэтому сказали наши мудрецы, что тшува это ташув, гей, тшува есть ничто иное, как и возвращение, и ответ, и даже может быть немножко покаяние, но главный смысл этого слова вернуть Всевышнему пользу от этого мира, который он создал, вот используя эти самые четыре этапа, соответствующие, как мы уже поняли, его четырехбуквенному имени. И это все, как говорил еврей в анекдоте про золотую рыбку, и это все, во-первых, потому что у нас с вами, кроме имени Ашем, Ют, Кей, Вав, Кей, которое мы бы с вами в молитве произнесли, как А, До, с окончанием Най, то есть Господь, Господин, так кроме этого имени есть-то еще и Эллоким, мы-то с вами, если вы еще не забыли, говорим, шуву, Исраэль, ад Ашему Локеху, вернись, Израиль, до Бога Всесильного твоего, до Бога вроде разобрались, а вот до Всесильного, что это за Всесильность такая? Во-первых, обратите внимание, друзья, что слово Эллоким, это слово множественного числа. Очень странно, что одно из имен Всевышнего сформулировано в грамматической форме, которая соответствует множественному числу. Бог же один, почему же его зовут? Как будто бы там кое-кого несколько. Можно сказать, что это повелитель всех сил. Что это за силы такие? Это законы природы, законы мироздания. И в этих законах все взвешено, все максимально выберено. Каждая печушка, каждая птичка знает, какого конкретно червяка, какую гусеницу она клюет. И какую-то гусеницу она при этом категорически не ест, потому что эту другую ест другая птица. Все четко, запланировано, расписано и работает, сказать как часы, намного лучше любых швейцарских часов. И вот тут, друзья, появляется прелюбопытнейшее наблюдение наших мудрецов. Вот этот мир такой взвешенный, такой упорядоченный. В этом упорядоченном мире, как часовой механизм, работающем без сбоев, не видно Бога. Человек выходит в лес, он видит прекрасную природу. Человек находится у водопада. Человек стоит на морском берегу или поднимается горным вершинам. Человек устремляет свой взор к глубинам космоса или наоборот к глубинам микромира. Как бы он не исследовал данный мир, мир он видит хорошо. Взвешенность, упорядоченность, закономерность, некая даже соразмерность всего происходящего во Вселенной. Человек видит, а вот того, кто за всем этим стоит, кто научил молекулы и атомы расположиться именно в таком порядке, взаимодействовать именно в таких характерных стилях, что ли, взаимодействия. За этим стоит Творец Вселенной, Господь Бог. Но его в микроскоп не видно, в телескоп его тоже не видно. И гуляя по лесным просторам, Бога тоже никак не отыскать. Нужно иметь серьезнейшую подготовку, иметь серьезнейшую базу для того, чтобы, созерцая этот прекрасный мир, увидеть за этим миром стоящего Творца данного мироздания. Это, конечно, требует от нас определенной работы, определенной духовной подготовки. Именно по этой причине основоположник хасидизма, раб Исраэль Баальшимтов, нередко останавливая прохожих на ярмарках, на рынках, простых евреев, работяг, продавцов или земледельцев, пастухов или ремесленников, нередко задавал им вопрос, как твои дела в узерцах, раб Аид, как ваши дела, дорогой еврей. И он требовал, настаивал, чтобы евреи, отвечая на данный вопрос, обязательно бы упоминали Бога. Аданкин Гот, Баруха Шем, слава Богу, скажи, слава Богу, требовал от них Баальшимтов, дай Богу заработать. Однажды спросили Баальшимтова люди, которые стали свидетелями такого разговора, а что означает дай Богу заработать? Что, разве Бог зарабатывает? Разве у Всевышнего есть парноса? Есть заработок? Баальшимтов ответил, наша с вами благодарность, наша с вами Баруха Шем, слава Богу, аданкин Гот, это и есть главный заработок Бога. Потому что все Всевышний может сделать, не спрашивая нас с вами, да мы по большому счету ему не нужны вообще для того, чтобы этот мир был полной чашей, чтобы в этом мире, как мы знаем, все без нас прекрасно работало, кроме благодарности. Благодарность может произнести только человек, и в этой благодарности начинается коммуникация, взаимодействие человека со Всевышним. Весь этот мир прекрасен, но нет в этом мире слов восторга, слов благодарности, которые бы являлись в глазах Всевышнего доказательством того, что человек счастлив находиться в этом мире, счастлив строить со Всевышним Творцом Вселенной отношения. Строить с Богом отношения, это то, чего без нас с вами в этом мире нет, и без нашего, слава Богу, в этом мире явно чего-то не хватает. Вы уже догадались, что в этом мире все есть, кроме благодарности, именно потому, что благодарность подвешена на четвертую букву имени Творца, на качество молхут. Вот тот самый порцув, нуква, о котором, возможно, вы знали и хотели бы мне уже это подсказать, который, к сожалению, имеет возможность отрываться от трех предшествующих ему букв имени Творца и пропадать. И вот тут-то нужна тшува. И начинается тшува раскаяние, покаяние, возвращение или ответ. Странно прозвучит, но начинается настоящая тшува с благодарности. Попробуем для начала перестать Всевышнему корчить рожи, перестанем на него дуться и обижаться. И похвалим его за то, что мы живы. Похвалим, поблагодарим Бога за то, что мир прекрасен. Какие чудесные плоды, какая освежающая вода, какой ароматный хлеб. Да как птицы чудесно поют, да как море чудесно шумит. И как колышутся ветви деревьев в наших лесах. Вот все это, как бы это ни казалось бы нам с вами банальным, с этого начинается тшува. А ведь мы с вами зачастую в нашей религиозной деятельности, вот этой простой божественной благодарности, благодарности Творцу за все, что он сделал для нас, мы как будто бы этому не уделяем внимания. Мы сразу пытаемся изучать Тору, совершать молитву, множество добрых дел. И это здорово. Не дай Бог, чтобы я стал вас за это осуждать. Но зачастую у вот этого служения Творцу, не побоюсь этого громкого слова, нет основы, нет фундамента. Это служение Творцу, в основе которого нет элементарной благодарности Всевышнему за сам факт нашего с вами бытия. И без этого дна сосуд, сколь прекрасным бы он ни был, сосуд не удерживает в себе все, что мы хотели бы в него поместить. Это как ведро, у которого выпало днище. Это уже просто не ведро, а некая труба. И все, что с одной стороны вливается, и с другой, простите, прямо на ноги, выливается или вываливается нам с вами на ноги. Вот именно об этом фундаменте иудаизма, именуемым словом Чува, мы с вами и говорим сейчас. Итак, друзья, мы уже можем подвести некоторые итоги нашего исследования, хотя оно еще, конечно же, не завершено. И я думаю, что вы уже стали догадываться, в чем ее смысл. А Шем – это самый, что ни на есть, транссидентный Бог. Это Всевышний в самом своем непонятном, самом нелогичном, самом запредельном своем образе, в своей такой ипостаси, в которой он вообще не находится в рамках мироздания. Ибо он был, есть и будет одномоментно. На него не распространяются причинно-следственные связи, что, как мы уже поняли, превращает его в всемогущего Бога. А вот с Элокимом, что Бог всех сил природы, как бы за этими деревьями лес увидать, как бы за этим прекрасным миром увидеть его Творца. Так как мир многообразен, в этом мире много чего есть, мы сказали, и горы, и долины, и леса, и пещеры, и многое-многое-многое другое. И вот за всем этим множеством, как бы не проглядеть Творца Вселенной, именно по этой причине, друзья, слово Элоким, это слово множественного числа, которое при этом означает единого Бога, скрытого за столь чудесным мирозданием. Я думаю, друзья, что вы уже стали догадываться, что вернуться до Бога Всесильного твоего, это подниматься к Творцу, строить с Всевышним отношения, пока ты не увидишь. Пока ты не достигнешь такого уровня своего мировоззрения, где Творец Вселенной, не находящийся в рамках мироздания, и Творец Вселенной, который абсолютно имплантирован в само мироздание, станут единым целым. Шуву, ад Ашеме Локеха, вернись до того места, где Бог и Всесильный станут вместе. Пока ты этой отметки не достиг, тебе еще есть куда приближаться ко Всевышнему. И вот тут, друзья, одна из моих любимых хасидских каббалистических тайн, которую как раз пришло время немножечко разобрать. Как-то присутствовал я на уроке Равина Штензальца, и он задал вопрос в аудиторию, скажите мне, почему лампа накаливания светит? Ну как почему? Там есть вольфрамовая нить, и по ней пробегает электрический ток, и как-то так получается, что нить вольфрамовая сопротивляется. И это сопротивление приводит к тому, что нить накаляется до бела и, собственно, светит и освещает помещение. А почему, спросил Равин Штензальц, теплонагреватель? Спираль нагревателя красная такая, раскаленная. Почему она такая горячая? По той же причине проводник сопротивляется прохождению через него вот тех самых невидимых, пресловута, таинственных электронов. Спросил тогда Равин, а почему провода, которые ведут к нагревателю или ведут к лампе, собственно, шнур, провод или проводка, проложенная в стене, почему эта проводка не греет, почему она не светит, так тут, конечно, все сказали, что если бы эта проводка нагревалась так же, как и сам электрокамин, так давно бы перегорело или, не дай бог, произошло бы возгорание, и это бы угрожало серьезными последствиями для наших с вами жилищ. Как раз для проводников мы предпочитаем выбирать такие материалы, у которых сопротивление минимальное. Это уже давным-давно наука бьется за создание проводника с нулевой или близкой к нулевому сопротивлению. Нам нужно, чтобы в проводах сопротивления было как можно меньше, желательно, чтобы его не было вообще. А вот в лампах накаливания и в теплонагревательных элементах как раз мы и наоборот заинтересованы, чтобы сопротивление было выше. Так, вроде пришли к какому-то пониманию, да, в мире электротехники вроде понимание есть. А как это согласуется, друзья мои, с темой, которую мы с вами изучаем? Посмотрите, что сделал Всевышний. Имя Гавайя, четырехбуквенное имя Творца, тетраграмматон, это Творец, создающий Вселенную из небытия, создающий ее каждую секунду, ибо естественное положение для Вселенной не быть, ибо быть может только Бог. Это же Он был, есть и будет. Это же только Ему присуще качество бытия. Однако, Творец создает Вселенную, и поэтому Он ее не создал когда-то, Он ее создает каждый миг, потому как, если хотя бы раз пропустить мгновение и не создать Вселенную снова, она, родимая, вернется в любимое свое первоначальное, самое естественное состояние тотального небытия. То есть, Творец заставляет Вселенную существовать. При этом Он скрывает себя от любого наблюдателя, который изнутри этой Вселенной хотел бы Творца наблюдать. Поэтому, с одной стороны, нами движет желание обрести Творца, с другой стороны, мы четко ощущаем невидимость, если хотите, иллюзию отсутствия Бога в мироздании. И это две противоборствующие силы, направленные в противоположные стороны, как раз и создают в душе каждого из нас с вами сумасшедшее сопротивление, благодаря чему, как объяснил Равинштейн-Зальц, я думаю, вы поняли этот пример, мы с вами, по задумке Всевышнего, и есть главный осветительный прибор во Вселенной. Именно мы с вами, как еврейский народ, одновременно испытывающий два этих вектора, две эти силы искать Бога и нежелание смириться с тем, что Он так-таки присутствует во Вселенной, эти два противоречивых качества, два противоречивых вектора, две силы, вызывают в нас с вами такое дичайшее сопротивление, что мы можем с вами осветить или согреть весь этот мир. И в этом одна из грандиозных задумок Творца Вселенной. Итак, мы пришли уже к пониманию, что такое настоящее Чува. Чува – это вернуть Всевышнему букву Гей в его божественное имя, дать Всевышнему возможность полностью реализовать свой творческий план, а именно проявляя желание строить с Богом коммуникации. Как мы уже сказали, базисом коммуникации с Богом должна быть благодарность. И никакие заповеди, никакие молитвы не могут ее заменить. Они прекрасны, эти заповеди. И то, что вы их исполняете замечательно. И изучение Торы равносильно всем заповедям вместе взятым. Но если нет в нашем иудаизме восторга, радости, нет улыбки, мы не овдим ашем, мы не служим Творцу Бесимха в радости, в ликовании, нет чувства благодарности, Творец не видит, насколько мы довольны, что мы существуем, насколько мы довольны, что Он взял нас в качестве партнеров к себе, что мы с Ним вместе выполняем какую-то миссию. Да, наша роль микроскопична рядом с ролью Творца, но она есть. И если бы мы с вами были бы полным ничтожеством, то Он с нами не заключал бы ни одного союза. А Он, как известно, с народом Израиля этих самых союзов заключил несколько. Итак, мы с вами обнаружили, что тшува – это возвращение Всевышнему буквы «Гэй», то есть как минимум благодарность, а по большому счету полноценное взаимодействие, партнерство. И при этом мы также поняли, что настоящая тшува достигается в тот момент, когда все, что мне ранее мешало Бога разглядеть, вдруг стало мне Бога транслировать и демонстрировать его. Или, как говорил, друзья, товарищ Сахов, тот, кто нам мешает, тот нам и поможет. Вот мы с вами и пришли к пониманию великой каббалистической идеи, что если бы человеку нужно было спрятать указательный палец и нет никаких иных подручных средств, то он прячет указательный палец в кулаке другой руки. То есть, чтобы спрятать один палец, нужно применить пять таких же пальцев для сокрытия вот этого самого таинственного пальца руки номер один. Чтобы скрыть имя Гавайи, чтобы скрыть Творца Вселенной в рамках Вселенной, Всевышний использует Хамеш Гвурот, пять сил сокрытия, как раз выразителем которых и является имя Эллоким. И здесь снова дополнительная глубина понимания, почему Эллоким множественное число. И нам кажется, что во Вселенной Бог сокрыт, что никак Бога не разглядеть. Но, говорит нам хасидизм устами раба Исраиля Баальшим Това, если ты учился, если ты размышлял на эту тему, то ты и в лесу, и в море, и на горной вершине, и в пещере, везде, куда бы тебя не забросила судьба, увидишь присутствие Творца в мироздании, потому что само мироздание божественно по определению, по природе своей, ибо нет никого, кроме Бога одного. Вот этот нехитрый рефрен известной хасидской песни выводит нас, друзья, к подведению неких итогов нашего сегодняшнего исследования в мире Чува. Любопытно, что наша с вами Тора, по логике, могла бы спокойно заканчиваться вместе с окончанием календарного года, а нет. У нас Тора не заканчивается в Рошашана, а есть еще несколько глав, которые читаются между Рошашана и Юмки-Пуром, затем между Юмки-Пуром и праздником Суккот, в течение самого праздника Суккот. Также мы с вами вынуждены констатировать, что у нас еще есть глава Зот Абраха, которую мы еще не читали, и мы ее, как правило, в Шмине Ацерет, в Симхат Тора дочитываем, а потом сразу не успеешь оглянуться в Берешит. Любопытно, что наши мудрецы не случайно так установили наш календарь и так установили при этом же график чтения недельных глав Торы. У нас год всегда заканчивается главой Ницавим. Крайне важно, чтобы перед Рошашана мы прочли главу Ницавим, а остальные главы дочитывали уже между Рошашана, как мы уже сказали, и праздником Симхас Тора, когда мы перематываем свиток Торы и снова начинаем с главы Берешит. А что у нас там такого в главе Ницавим? Посмотрите, как начинается эта глава. Вот вы все стоите сегодня пред Богом Всесильным вашим. Нас с вами уже не проведешь. Богом Всесильным мы уже знаем, о чем идет речь. Мы уже понимаем, о каком напряжении, а точнее сопротивлении двух противоборствующих векторов будет идти речь везде, где Всевышний применяет два этих имени вместе, где есть и Ашем, и Элуким, Всевышний, который создает Вселенную из небытия, и Всевышний, который прячется внутри этой Вселенной так, что сразу и не разглядишь, что за каждой молекулой и каждым атомом стоит Он во всем своем великолепии Всевышний и благословенно Его имя. И вот тут, друзья, посмотрите, как написано. Атем Ницавим. Атем. Вот вы все стоите сегодня перед Богом. Что это означает? Там, где существует распри, где мы не способны стоять все вместе, не раскрывается Всевышний и, конечно же, очевидно, не может существовать вот этой интеграции двух божественных имен, что, как следствие, делает абсолютно невозможным выполнение нашей миссии, о которой мы уже сказали, это не что иное, как построение отношений с Богом. Всевышний говорит, там, где вы не рады друг другу, я не рад вам. Если вы не хотите строить отношения друг с другом, как мне знать, что вы честны, когда утверждаете, что хотите построить отношения со мной? Если ты ненавидишь сына человека, как он должен поверить тебе на слово, что самого этого человека ты любишь и очень уважаешь его? Если ты на глазах у родителя пинком ноги отпихиваешь его ребенка, а после этого признаешься самому родителю в любви и преданности, вы знаете ли, вы начинают терзать смутные сомнения, что ты где-то здесь кривишь душой, ты где-то здесь нечестен перед ним и, наверное, даже перед самим собой. Поэтому Всевышний говорит, перед Рошашана вы должны объединиться и стать единым целым. Когда вы забудете ваши разногласия, я соединю, благодаря вашему примирению всех конфликтующих сторон, я, говорит Всевышний, тоже смогу примирить некие конфликтные отношения между моими именами и смогу соединить мое Ашем и мое Элу Кехо, что позволит вам построить со мной, говорит Всевышний, полноценные отношения, полноценную коммуникацию. Но и это еще не все. То есть мы уже поняли, что в Рошашана нет места каким-то конфликтам, дрязгам, каким-то обидам друг на друга. Мы должны стать единой семьей, ближе и роднее друг друга, нет, наверное, на свете никого. Мы просто один организм, в котором рука и нога не находятся никаких, конечно же, конфликтных отношениях. Но что-то еще прячется за этими словами. Если мы должны, как единый народ, объединиться, и это понятно, я надеюсь, то и каждый из нас отдельно взятый человек, то есть ты, мой дорогой зритель, тоже должен объединиться. Ты хочешь меня спросить, с кем? С самим собой. Что имеется в виду? Приходите все, говорит Всевышний, чтобы никто не оказался за порогом синагоги, чтобы никто не оказался за дверью, потому что он не наш, он не такой, как мы, гранаты у него не той системы, понимаешь? Мы должны прийти все, но придя в синагогу, вот представим себе, что мы нашли в себе силы отбросить все дрязги, все конфликты, обняться и объединиться в единый организм. А вот теперь второй вопрос. А ты пришел целиком? Ведь в тебе тоже множество противоборствующих каких-то сил. Так же, как народ должен объединиться на частном уровне, на индивидуальном уровне, тебе тоже нужно соединить все свои душевные порывы в единый монолит. Приходи в синагогу целиком. Ничего не оставляй за порогом синагоги. Что это означает? Друг мой, пока ты не найдешь на каждое свое побуждение сердца какую-то заповедь, какое-то предписание наших мудрецов, пока ты не найдешь в иудаизме предназначение всех своих душевных порывов, ты не целиком пришел в синагогу. Ищи в Торе реализацию всего себя. Именно в этом и заключается величайший божественный замысел. Почему-то Творец снабдил тебя именно такими качествами. Кто-то любит петь, кто-то любит готовить пищу, кто-то очень любит кормить других людей, кто-то любит учиться, кто-то любит преподавать. Пока ты не нашел реализацию всех этих потенциалов, этих и многих, многих других в рамках иудаизма, пока тебе приходится в неком напряжении часть себя оставлять за порогом синагоги, ты говоришь, этому моему качеству в иудаизме пока никакого назначения не нашлось, ты не целиком пришел в синагогу. И поэтому призыв Всевышнего приходите все, но приходите каждый из вас целиком, и как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, целиком и полностью. И вот только в этом случае выполнится фраза Торы Атем Нецавим Айом Кулхэм Вот вы все стоите сегодня перед Богом. Все как народ и каждый из нас целиком именно таким, каким Творец нас создал. И пока, друзья, вы не найдете в Торе удовольствия для всех граней вашей души, пока Тора не станет для вас праздником, настоящей благодарности Богу не получится. Она всегда будет эта благодарность с кривой ухмылкой, это будет гриматься человека, который терпит через силу, терпит этот иудаизм и как бы спрашивает этими несчастными глазами, Боже мой, когда это кончится? Нет, друзья, так не благодарят, так не восхваляют Всевышнего. Найди на каждое свое желание свое кошерное удовольствие в рамках иудаизма. Соберись, как говорят люди организованные, людям безалаберным, соберись, приближается Рошошана, и для того, чтобы мы все смогли собраться перед Господом Богом, перед Господом Всесильным нашим, каждый из нас должен собраться при этом в неком частном порядке. Я думаю, друзья, что мы сегодня кое-что для себя в вопросах Чува прояснили. Разумеется, еще можно много-много копать в глубины смыслов иудаизма, но я почему-то думаю, что кое-какие струны вашей души мне все же сегодня таки удалось затронуть. Если вам действительно понравился этот урок, понравился этот стиль исследования, я бы хотел в той или иной форме получить от вас фидбэк. Хотите ли вы продолжение подобных исследований в нашем бескрайнем океане Торы, в нашем бескрайнем океане хасидских притч, хасидских историй, да просто в нашем бескрайнем кладезе умных мыслей. Жду от вас вот такого фидбэка, жду обратной связи. За всем позвольте откланяться, всех поздравляю с наступающим еврейским годом, всем хорошей записи, хорошей печати в новом году и да поможет нам Всевышний соединить несоединимое внутри самих себя, чтобы с чувством глубокой благодарности быть записанными книгу доброй жизни. Всего доброго, друзья, мир вам, шалом, пока.